МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мега-хенд. Одежда для всей семьи. Огромный выбор одежды секонд-хенд из Европы. Скидки и пополнение ассортимента еженедельно. Торговый центр «Каскад». Когда дом под надежной охраной, можно уезжать спокойно. Хоть на работу, хоть в отпуск. Тауэр. Для тех, кому что-то дорого. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В двух километрах к северу от центра Ньячанга, в устье реки Кай, на территории, которая с древнейших времен считалась святой, есть интересное место для посещения. Это башни Понагар, которые служат местом поклонения и прославления богини Понагар, жены Шивы, покровительницы местности, также известной как мать-королева. Изначально храмовый комплекс был построен из дерева, но в 774 году враги уничтожили постройку и потом его возвели в камни. Когда-то очень давно, по одним источникам в 7-17 веках, по другим источникам в 7-12 веках, но существовало на этом самом месте объединенное княжество Чамп. Однако есть сведения о том, что религиозные церемонии индуистские проводились здесь уже со 2 века нашей эры. Вряд ли мы с вами можем сегодня это проверить. Нам остается лишь поверить и прикоснуться к этим важнейшим остаткам и свидетельствам расцвета эпохи королевства Чамп. По оценкам историков и археологов, Тиамские башни по Нагар были построены между 7-12 веками. Более точное время установить невозможно. Эта территория использовалась для религиозных ритуалов уже во 2 веке нашей эры. Фасад всех храмов направлен на восток, так же, как и основной вход в комплекс. Несколько веков тому назад пришедшим сюда было необходимо пройти через зал медитации, выделяющийся своими колоннами, а дальше подняться по крутой лестнице к башням. Тиамские башни были построены в честь богини Янг Ино По Нагар, которая по преданиям была покровительницей Ньячанга. Традиции проведения церемоний и ритуалов в этой местности сохранились до сих пор. Тиамские башни регулярно посещают китайцы и вьетнамцы-буддисты. Когда-то их было то ли 7, то ли 8, и люди приходили в башни По Нагар, чтобы совершать свои молитвы. Люди приходят сюда и сегодня, а то, что башни осталось лишь 4, никого не смущает. Время неумолимо, и его ход невозможно остановить. Наибольший восторг вызывает высокая 23-метровая северная башня с пирамидальной крышей, которую также называют Тхаптинь или Тхапцинь. У входа в башню находится танцующий бог Шива, олицетворяющий разрушительное начало Вселенной, трансформацию, созидание. Эта башня с огромным, прекрасно оформленным внутри залом служит отличным образцом архитектуры тямов, которые создали крышу в форме ступенчатой пирамиды. Сводчатая кирпичная кладка украшена множеством пилястр, выступов, орнаментов, деталей. Известно, что появилась башня Тхаптинь в 1817 году благодаря придворному министру, правящего тогда императора Харивармана, когда тому, по утверждениям историков, пришла в голову идея создания высотной постройки. Вышла она очень красивой и в последующем времени не раз становилась целью вражеских набегов. Мародеры во время своих налетов украли важный предмет поклонения и благоговения – лингом, стилизованный фалос, сделанный из драгоценного металла и множества золотых украшений. Царь преследовал грабителей, но сокровища спасти не удалось. Тогда, в 1918 году, царь Индроварман III установил в северной башне золотой мукха-лингом, высеченный фалос с изображенным на нем человеческим лицом. Но в свое время он тоже был украден. Еще несколько раз лингом занимал свое место в башне, но история с кражей повторялась вновь и вновь. Пока в 1965 году король Джая Индроварман IV не установил вместо золотого мукха-лингома каменную фигурку десятирукой богини Умы, жены Шивы, также называемой По-Нагар. Сейчас люди, приходящие сюда, поклоняются именно ей. Над входом в башне изображены танцующие музыканты, а между ними Шива с четырьмя руками. Во всех трех башнях, кроме Северной, лингом сохранился, как и лицетворение мужского начала бога, которому посвящен храм. В башне находится медитационный зал, в котором много столетий назад местные жители совершали медитации и искали свой путь обретения гармонии и умиротворений. На данный момент зал сильно разрушен, время его не пощадило. Однако теплую и приятную энергетику можно почувствовать и сегодня. Башня Тхаптинь представляет собой самую красивую из четырех уцелевших. Особенный интерес у туристов вызывает также способ постройки башен, который можно оценить в музее неподалеку от Северной башни. Оказывается, при строительстве между кирпичами древние вьетнамцы не использовали никаких склеивающих составов. Кирпичи спекали между собой. Необычно, но надежно. И в те времена, оказывается, люди кое-что умели делать не хуже нас с вами. Зазор между кирпичами настолько мал, что и ножом не просочится, и в кладке отсутствуют даже следы какого-либо раствора. Предполагают, что в качестве раствора применяли ту же глину, из которой изготавливали кирпичи, а впоследствии, после завершения строительства, башню сжигали целиком. Так вот, получается, и образовывалась чрезвычайно прочная, долговечная и достаточно монолитная конструкция. На территории тямских башен расположен музей, который поведает много о временах древних тямских мудрецов и особенностях жизни людей в округе Ньячанга. Центральную башню Тхапнам возвели на территории комплекса Понагар из уже использованных ранее кирпичей. Да, очевидно, что на фоне других башен она выглядит более скромной, не слишком богато украшена, не имеет своей террасы, однако от внимания любознательных туристов не укроются серебряные алтари. В южной башне, ранее посвященной Шиве, в наши дни хранится линга, ну а от западной башни практически ничего не осталось. Однако священная территория никогда не пустует. До сих пор тямы, которые, как и прежде, живут во Вьетнаме, китайцы, а также буддисты всего Вьетнама приезжают сюда с молитвами и подношениями каждый согласно своим традициям. Ну и, разумеется, туристов здесь бродит всегда превеликое множество. Мы тоже оказались в числе счастливчиков и, облачившись в специальное, соответствующее место одеяния, приняли особенные, также соответствующие ситуации выражения лица. Ну и тему для разговоров подобрали. Причем это оказалось совсем нетрудно и вышло как-то очень естественно, само по себе. В таком месте действительно тянет пофилософствовать, о смысле жизни задуматься и даже взмолиться о чем-то своем, тайном, но очень желанном. Когда путешествуешь по Азии, не только знакомишься с историческими памятниками архитектуры, но и узнаешь много интересного, не только про иную религию и традиции. Познаешь совершенно иные, чем у нас, жизненные ценности, людей другой национальности. Образ жизни современных вьетнамцев много веков формировался под влиянием религиозных обрядов, а множество их традиций и обычаев сохранилось с древнейших времен. У вьеттов очень размеренный образ жизни. На мой взгляд, это первое и главное отличие между нами и ими. Они никуда не торопятся, почти никогда не ссорятся, не повышают голос и всегда сохраняют буддийское спокойствие. Правда, в отношении последнего я замечу исключение из правил. Хотите знать, где вьетнамцы шумят, галдят и суетятся? Конечно, на рынках, где торгуют всякой всячиной. Очевидно, это места особенные, может, там энергетика другая, но именно на рынках вьетнамцы теряют всю свою степенность и размеренность и становятся шумными и очень активными. Ничто не даст вам такого полного представления об особенностях страны, как посещение местного рынка. Для меня знакомство с рынком – это способ узнать нечто большее, чем написано в путеводителях. Давайте познакомимся с вьетнамом и вьетнамцами поближе. Какая шляпка стоит 50 тысяч вьетнамских донгов? Вьетнам, да. Первыми на ум приходят ананасы и бананы. И в наше время этими фруктами уже никого не удивишь. Однако многие прибывшие во Вьетнам туристы, оказавшись на рынке Дам в Ньячанге, приходят от увиденного в состоянии легкого шока. И это несмотря на то, что уж и везде вроде бы поездили и попробовали вроде бы всякого. Тут действительно есть чему изумиться. При лавке ломятся от экзотических фруктов, названий которых вы никогда не слышали и о существовании, может быть, даже и не подозревали. Хочется попробовать все и сразу, но давайте все же сохранять благоразумие. Мы с вами в Азии. Пробовать будем понемножку и чистыми руками. А, скажите, пожалуйста, что это такое? Что это такое? Это рамбутан. Рамбутан? Это рамбутан. Это фрукт? Это фрукт. Это фрукт. Вот этот фрукт, который называется рамбутан, очень популярен во Вьетнаме. И его любят как сами вьетнамцы, так и иностранцы, отдыхающие в гостиницах. В гостиницах рамбутан присутствует и на завтраке, и на обеде, и на ужине в качестве десерта. Окей. Небольшие величиной с грецкий орех плоды рамбутана растут гроздьями до 30 штук. И представляют собой слегка продолговатые мохнатые шарики с супругой кожурой и волосками. Выглядят на первый взгляд немного пугающие. И совсем не аппетитно. Но не верьте первому впечатлению. Мякоть рамбутана прозрачная, очень сладкая. А вкус описать словами невозможно. Надо пробовать однозначно. Во Вьетнаме очень много связано с драконом. Почему-то очень вкусными являются фрукты и плоды, связанные с драконими глазами, драконим сердцем. Да, драконим чем еще там? Хвостом, наверное. В общем, вот это драконий глаз. Вкусно, сладко. Ланган или драконий глаз имеет маленькие светло-коричневые плоды. Обычно ланган продают гроздьями, как виноград. На вкус мякоть сладкая, сочная и нежная, немного мускусная. Плоды лангама употребляют не только в свежем виде, но и в салатах, соусах, выпечке. Из них даже выжимают сок. Мангостин. Мангустин, по-моему. По-нашему, мангустин. А вот это манго, да? Вот это манго, сок которого мы пьем в большом запахе. А это мангустин. Такого фрукта я не знаю. Ну, пока не знаю. В тропических странах мангустин называют королем фруктов. Внешне похожие на чесночные дольки мангустина, жемчужно-белого цвета, необыкновенно ароматны и приятны на вкус. Мангустины едят свежими на десерт. А чтобы добраться до сочных долек, надо острым ножом полностью надрезать кожуру по кругу и снять верхнюю часть. Дольки мякоти останутся в чашечке, нижней половине кожуры. Когда вы попробуете мангустин, вы сами поймете, почему его считают королевским плодом. Вот так вот выглядит настоящая, но слегка недоспевшая папайя. Наверное, скоро дойдет до своей спелости. Ведь людяка очень вкусная. Сбор урожая папайи во Вьетнаме идет круглогодично. Поэтому и стоит она здесь совсем недорого и на вкус изумительно. Кто-то сравнивает папайю с дыней, сочной и сладкой. Не знаю, может, и похоже чем-то. Кроме десерта, папайя используется в салатах и свежевыжатых соках. Мне лично очень нравится. А знаете ли вы, что манго растет на деревьях? Самый распространенный во Вьетнаме сорт манго называется хуа лок. Он очень сладкий, замечательно ароматный, ну и, конечно, супер полезен. Известно, что употребление манго в пищу способствует укреплению иммунитета. Да и на самом деле вьетнамские манго просто великолепны на вкус. После того, как попробуете их здесь, вы можете оказаться пленником своих вкусовых пристрастий. И впадете в зависимость. Авторитетно предупреждаю, сама попалась. Внимание! В текстильном центре Рио цены тают до себестоимости в каждом магазине. Спешите на карнавал выгодных покупок. Согрейте себя и близких теплыми подарками. Ждем вас в гости. Текстильный центр Рио на Кохомском шоссе, дом 1. Праздничное настроение в подарок. Ветеринарная клиника «Верный друг». 11 лет лечим ваших питомцев. Опытные врачи, узкие специалисты ведут прием. Выполняем операции и лабораторное исследование. «Верный друг», не стоим на месте. Телефон 50 96 03. Мега-хенд. Одежда для всей семьи. Огромный выбор одежды секонд-хенд из Европы. Скидки и пополнение ассортимента еженедельно. Торговый центр «Каскад». На следующей неделе мы с вами посетим столицу Вьетнама, расположенную в самом сердце Индокитая – Ханой. Вы узнаете, чем Ханой так притягивает гостей со всего мира и что представляет собой старый квартал Ханоя, насчитывающий тысячелетнюю историю. Что здесь было, когда случались наводнения и какие товары продаются в этом месте уже более тысячи лет. А еще мы расскажем вам о том, какие сувениры можно привезти домой на память о Вьетнаме и в какие фрукты можно влюбиться с первого взгляда. Мировая прогулка. Мы знаем, как сделать отпуск незабываемым. Ваш отдых – наша работа.